У нас россиян. Шведский стол прежде всего ассоциируется с курортным отдыхом или проживанием в отеле. Спускайтесь в ресторан, а там вас уже ждут столы, уставленные всевозможными яствами. Бери что хочешь. Такой способ подачи блюд позволяет накормить одновременно большое количество людей и удовлетворить вкус любого, даже самого привередливого клиента. Родиной шведского стола действительно является Швец, а если точнее, то вся Скандинавия. Испокон веков в этом северном регионе было принято заранее делать обильные запасы еды из всего, что могло долго храниться, а во время праздников и перов предусмотрительные скандинавы просто доставали свои заготовки и прямо в больших мисках выставляли их на стол. Гости угощались сами, а хозяевам оставалось только поддерживать атмосферу праздника и непринужденного общения. Именно из Скандинавии подобная подача пищи распространилась по всему миру. Чаще она применялась в придорожных трактирах и кафе. Так как путнику между рейсами стоять в очереди было некогда, то обслуживание велось таким образом. За фиксированную плату можно было взять любое количество блюд. Стоит отметить, что выражение «шведский стол» употребляется в России, да еще в нескольких славянских странах. В странах Европы он известен как буфет. Сами шведы называют его бутербродом или закусочным столом, так как у них принято подавать легкие закуски перед основным блюдом. Более ста лет назад первым из россиян принцип шведского стола описал известный журналист и путешественник Константин Скальковский. И тогда это выглядело примерно так. На столе лежала книга с привязанным карандашом, а посетители сами записывали, что съели, и сами же рассчитывали стоимость съеденного. Конечно, нередко случались ошибки и недостачи. Но шведы считали, что лучше терпеть убытки, чем обидеть человека недоверием и контролем. На сегодняшний день во многих отелях «шведский стол» уже включен в стоимость номера, и создается впечатление, что это пиршество обходится нам бесплатно. Такая вот приятная иллюзия. И немного о фастфуде. Американец Дэвид Уиппл нечаянно нашел гамбургер, который был куплен им в одном из ресторанов Макдональдса в далеком 1999 году. Невероятно, однако, спустя 15 лет внешний вид бутерброда остался таким, как будто его только что сделали. В свое время Дэвид купил его с целью показать, как долго он может храниться благодаря консервантам. Купленный гамбургер американец собирался продемонстрировать друзьям через месяц. Однако вскоре забыл о своей затее, и все эти годы фастфуд пролежал в фирменной упаковке в кармане пальто. Этот престарелый продукт не был тронут ни грибком, ни плесенью. Не было даже постороннего запаха, только приправа немного высохла. А доказательством даты рождения кулинарного шедевра стал чек, выбитый в кассе Макдональдса за 15 лет до того, как его обнаружили. Так, этот, с позволения сказать, продукт послужил наглядным примером того, как не нужно питаться. Субтитры создавал DimaTorzok